а политика то знаете так радиация то есть если вы не знаете про радиацию как бы да то есть если у вас нет специальных приборов специальных маркеров которые вычисляет те или иные скажем так показатели скажем так радиационного фона то скорее всего вы как бы или не почувствоваете вы только вы уже скажем так увидите последствия того чтобы допустим были в радиационном объясняет какие то пятна вы будете там харкать кровью вас появится лучевая болезни все такое прочее но идя туда как бы вы ежи и не чувствуете эту радиацию она же не имеет ни цвета ни запаха ничего такого к да ну облучившись вы скажем так вот увидите последствия вот это я же говорю есть определенные приборы, которые помогают ориентироваться в радиационном фоне. Вот в политике тоже есть такие приборы. Например? Это замечательный прибор у человека, называется мозг. Интересно, продолжайте, продолжайте. Я как бы мысль закончил. Закончил. Мозг. Очень интересный прибор, человеческий мозг называется. И как человеческий мозг помогает разбираться в политике? Сопоставляет факты с пропагандой, с фактическими вещами. Где бла-бла-бла, а где действительные события. А вы знаете, есть такое понятие, может быть не слышали, есть такое понятие, как врет как очевидец. Ну да. Слышали такое понятие? Да, я слышал. Вот, проводились даже, по-моему, эксперименты такие, даже записывались такие видосики, где там человек выходил на сцену, что-то говорил, и тут его выбегала какая-то толпа людей, кто-то с автоматом, кто-то с пистолетом, кто-то в шапке, кто-то в шарфе, кто-то в сапогах, кто-то босиком, кто-то с удочкой вообще наперевес. И электро уносили, как бы. И потом, как бы вот этих вот очевидцев, скажем так, они же находились на этом? Находились, да. Присутствовали при этом. И их спрашивали, сколько было людей? Кто-то говорил, три, кто-то говорил, пять, кто-то говорил, десять. Спрашивали, у кого что было? У кого что было? Кто-то говорил, у кого-то автомат, кто-то говорил, что у кого-то. Это детали могли быть очевидцами, скажем так, запомнены неправильно, но суть события, то есть то, что что-то произошло, что там какие-то люди с оружием, ну или там с автоматами пластмассовыми, кто-то с пистолетом пластмассовым выбежал и там этого лектора унесли, то есть само происходящее очень даже, вот. А, собственно говоря, какие-то там детали, цвет магазина этого автомата, ну, мне кажется, ну, возможно... Нет, не в этом. Здесь, возможно, они когда выносили, и там была еще такая вещь, какой-то причине они его уносили. Ну да-да-да, причина, которая уносила. Причина, да, причина может быть разная. Причина может быть разная, но в данном случае это же была как бы постановка. Вот, и как человеку, скажем так, вот, имей мозг, я просто вам, ну, аналогию, наверное, какую-то такую... Я понял, надо включить мозг. Особенно, когда это событие не только сами люди видят, но и кто-то еще это рассказывает об этом. А вот да, вот есть такое понятие, как интерпретация события. Интерпретация события, да. Интерпретация, да. А вот знаете, вот интерпретация, это все-таки такая, знаете, вот немножко версия, наверное, все-таки. Версия, совершенно верно, версия. Это какому-то не нравится версия, допустим, о круглой Земле? Ну да. И он говорит, а мне вот, ну, как бы не нравится, как бы я люблю версию про плоскую. Про плоскую. Вы знаете, вот здесь вот вы просто в точку попали. Кому-то нравится круглая версия? Или, например, смотрите, есть люди, у которых есть какая-то определенная теория, да, например, какая-то... Ну, конечно. И он, как правило, находит под свою теорию какое-то подтверждение, какие-то факты, например. Ну да. То есть надо ему какую-то круглую болваночку найти. Ну да, 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 да. Он ее так, раз, она резко встала, как бы, и он говорит, так, вот у меня вот эта часть вот этих вот, скажем так, теорий, она, говорит, ну, четко вписывается в мою канву. Четко вписывается, да. И он, как вы, ну, все, я как бы прав, получается. Ну да. Только посмотрите, есть такая вещь. Если на вещь посмотреть под разными углами... Ну, под разными. Соответственно, она... Вы, наверное, как инженерное, видели такое оптическое видео, да? Так я же говорю, для этого мозг существует, для того, чтобы посмотреть на вещь под разными углами. Это же интеллект, как раз, собственно, зачатки интеллекта стали появляться тогда, когда, собственно говоря, одно живое существо попыталось думать так, как другое, предсказывать его поведение. Говорят, что с этого начались зачатки интеллекта. Человек, в принципе, разумный человек, как мне кажется, достаточно хорошо может понимать мотивацию животного, другого человека, что им движет. Я понял. А вы слышали, наверное, такое понятие, как «все мы сильны задним умом». Ну, как бы да. Выражение такое слышали, да? Ну, разумеется. Даже когда вот при каком-то диалоге с оппонентом, вы там, допустим, даже когда диалог прошел, вы даже иногда, скажем так, придумываете контрагрументы, когда уже, в принципе... Ну, это вы правы, да, это да. Да, такое как бы есть, такое присутствует. И вот, я с вами немножко не согласен, что человек как будто умен. Все-таки мы действуем... Нет, я говорю, что не человек умен, а что если очень захотеть и есть для этого возможности, то можно попытаться включить мозг. А зачем? Нет, как бы... А, нет, ну, конечно, нет. Я согласен, что зачем, это да. Что это даст? Что это даст? Что это даст? Ну, может быть, это даст картину мира. Может быть, это даст понимание того, что происходит. Но, знаете, если вы считаете, что это неинтересно и не нужно, то, как бы, наверное, вы по-своему правы. Для вас это нормально. Я считаю, что человек, он, в принципе, все упрощает любые... Разумеется, это же модель. Да, 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 да. То есть, вы слышали такое понятие, как все гениальное просто. Ну, да, совершенно верно. Никто не любит, скажем так, вот, ну, сложные, скажем так, схемы больших... Ну, где-то надо упрощать, где-то надо все-таки немножко усложнять. Ну, для этого же, опять-таки, нужен человеку мозг. Мы опять же к этому возвращаемся, чтобы именно, чтобы свести чрезвычайно сложное явление, совокупность явлений, к чему-то более простому и, опять же-таки, это все понять, это все, так сказать, именно работа интеллекта. Я считаю, что все-таки очень много людей, подавляющее большинство, и, наверное, вы, и, возможно, даже я, какие-то вещи принимают на веру как нарративы. Разумеется, но если захотеть, очень захотеть, то можно опять-таки включить мозг и, так сказать, вооружившись этим замечательным оружием, сделать определенные выводы. А вот как вот понять, как вот понять вот ту грань, где вот нужно включать мозг, а где вот принимать за нарратив? Вы знаете, мозг надо, я открою вам ужасную, наверное, тайну. Нет, я ваше мнение хочу. Мое мнение, мозг надо включать всегда. Человек рожден для того, чтобы думать, чтобы постоянно использовать свой интеллект, возможность думать. Вот, например, я вам могу привести пример из практики. У меня уже не так много времени, хочу уже пойти отдыхать. Хорошо. Вот смотрите, мы все задавали вопрос, будет ли нападение России в феврале или там после этой даты. Ну, когда американская разведка опубликовала данные, что Россия собирает военные силы для нападения, для войны. Мы же постоянно, вот я в своем кругу, среди друзей, знакомых, постоянно ставился вопрос, нападет или нет. Я полагал, что да, нападение будет, но на Донбассе. Потому что все остальное – это полное безумие, полный трэш. Ну, безумие и оправдание этого безумия, как потом выяснилось, у вашего населения. Ну, дело не в этом. Безумие. Полная, 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 полная невменяемость. Ну, опять же, такие я увидел, как это… Какие критерии, какие критерии вы определяете, вот безумные или там… Безумие, агрессии. Ну, смотрите, вот я с вами сейчас общаюсь, вы от меня какую-то агрессию видели вообще, например… Я же говорю даже не в плане общения между нами, хотя, так сказать, я вижу не безумие и агрессию у вас, а я не знаю, как это назвать, чтобы как бы вас не оскорбить, что ли, а объективно сказать – оправдание этой агрессии. Вот это я вижу. Оправдание. Ну, конечно, оправдание безумия вашего государства. Вот оправдание я вижу. И в контексте того, что вы говорите, и, собственно говоря, и прямо иногда это проскакивает, конечно же. Проскакивает, да? Ну, конечно. Я вновь или как-то… Я закончил свою мысль. Нападение, в частности, на Харьков, то, что я видел, как житель северных окраин города Харькова, северной окраины города Харькова, когда на следующий день российские войска подошли к окружной дороге, когда колонны бронетехники заходили в Харьков. Было полное безумие. Они заходили прямо в Харьков? Да. Заходили? Заходили в Харьков, да. Заходили в Харьков. Заходили в Харьков. Вам просто об этом как бы не очень… Не говорят. Рассказали, потому что… А вы не показали? У вас телефоны были у всех? У меня как раз в телефоне все в порядке и есть это все. А можете запись показать? Не запись, а фотографии могу показать. Поле боя на въезде в город Харьков с поселка Циркуны. С разбитыми, сожженными бронетехникой, телами солдат. Ну, такой, да, был такой, да. А, было? Война, она всегда как бы несет… А, ну да, да, да. Ну, нет, война, Галя, всегда видит. Причем вы легко можете увидеть, что это не скачанное фото, а именно сделанное с… ну, как серия фото. Вот. Я это все видел, да. Я периодически скипываю, как бы, несколько там, скажем так, телеграм-каналов, как бы, грубо говоря, там, ну, листаю такие. Там этого, скажем так, добра хватает. Добра хватает. А это я лично снимал на свой телефон. Так что, как раз телефон у меня был, я был на поле боя, еще танк дымился. Что танк дымился? Да. Не воспалил. А вы вот этот месседж, скажем так, для чего вот этот… Меня просто не совсем понятно. Нет, вы же сказали, что… Вы сделали такое утверждение, что ни у кого не было телефона. Ну, что вам об этом не рассказали, а вы говорите, ну, у них не было телефона. Вам, ваши пропагандисты, об этом не рассказали, потому что это был позорный, скажем так, факт поражения ваших войск. Сейчас ваши войска убежали из Харьковской области. Может, они не хотели вами драться, может, их приказ был другой просто. А, я понял. То есть, они пошли колоннами бронетехники, их перебили, а приказ был… Наверное, просто кто-то кого-то не понял. Они как бы… Наверное, да. А так решили в Харьков заехать. Наверное, да. Ну, да, 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 очень умная мысль. Ну, они же как, они же заезжали до Харькова, вот как, наверное, с огнем и мечом, сжигая за собой все деревни, наверное, все населенные пункты. Сначала были артобстрелы, ну, конечно, авиационные удары, ракетные, артиллерийские, и на следующий день уже от границы с Россией до окраин Харькова порядка 20 километров. И вот на следующий день, 25 февраля, уже пошли колонны с севера Харькова с попытки зайти в город. И были перебиты. Это было полное безумие и катастрофа для российских войск. Поэтому вам это не показали. В вашем мозгу это не этого. Ужас какой ужас какой. Ну, да. Надо делать волосы. Последние волосы рвать. Так, я вас понял. Слушайте, а вот такой вот вопрос. А вот артобстрелы-то они куда прилетали? В жилые дома, в садики, наверное, школы, да, детсады? Это тоже. Очень во многом, конечно же. Более того, там же очень часто обстрелы производились неизбирательным оружием. Град, он же... По площадям, по площадям. Ну да. Поэтому, когда Градина попадает в частные дома, в многоквартирные жилые дома, то, конечно же, это самое... Конечно же, нельзя думать, что это был прицельный огонь. Вот смотрите, у нас... Я житель северной окраины города Харька. Вот это вот обломок двигателя Града, чтобы вы понимали. Российского Града. Я не разбираюсь. Вы не разбираетесь. Ну, мы разбираемся, у нас дети разбираются. У меня дети разбираются в этом. А зачем вы охраните себе вот это? Я же на работе сижу. На память. Это памятник хотим сделать российской дружбе, братству. Ну и мозг включать. Это опять же таки мы приходим к тому, чтобы мозг включать. Вот я, наверное, тогда, может быть, все-таки вопрос задам, наверное, все-таки. Мы немножко ушли от темы, но все равно важно. Слушаю вас. Вы... Вот нет, это, кстати, к этому очень, скажем так, это относится сейчас, получается. Вы сами как бы у нее начали, вы сами у нее вышли. Ну ладно, по поводу мозга. А вот вы согласны с таким утверждением, что за ошибки ваших правителей... Вернее, за ошибки правителей всегда расплачивается простой народ. Согласен с таким утверждением? Да. К вам это в полной мере относится. А к вам нет? Вы сейчас не расплачиваетесь? То есть вы сейчас вот Градину показываете? Нет. Мы сейчас расплачиваемся за вашу агрессию, за ваше преступление. А у вас оправдание этого безумия. Я вас понял. Я вас понял. Вы же думающий человек, да? Думающий человек. Ну стараюсь. Включаете мозг, наверное? Ну да, пытаюсь, да. А вот вы скажите, вот как бы причины, вот причины вот агрессии России против Украины. Безумие. 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 Как это? Отсутствие демократии, авторитаризм, фюрер в Кремле. Фюрер в Кремле. Да, это причина. Это причина. Агрессия. Поддержка российского населения. А хорошо. Оправдание вами лично этого безумия, этой агрессии. А вот почему, допустим, не на Беларусь, например, почему не на Казахстан, почему не на Монголию? То же самое. Ну потому что вы же должны были на кого-то кинуться. Это как бешеная собака вцепилась кому-то в ногу. То есть получается, грубо говоря, мы такие безумные, как бы вот нам сейчас... Вы совершенно безумные, да. Украина под руку попалась, как бы, да? Вы понимаете, в чем дело, что... Или под ногу. Ваша агрессия, ваша агрессия нашла выход для того, чтобы напасть на нас. И это было полное безумие. Нападение на Украину. А почему, допустим, не на Казахстан, почему не на Беларусь, например? Почему не на Монголию? Монголию там вообще там... Возможно, мы сейчас предупреждаем их об этом. Мы говорим о том, что мы же не знаем, на кого эта бешеная собака кинется следующее. Вы думаете, что не будет нападения на Казахстан? Не будет нападения на Беларусь? Вполне может быть. Если ваш режим сохранится... Или на Китай. Нет, на Китай вы засыдите. Ну вы же как это? Мы же бешеные. Дурной-дурной, но мы лаж не ест. Не, на Китай навряд ли. Это вот Китай вас может спецоперацию провести на Дальнем Востоке. А вот смотрите, а в свое время японцы, маленькая Япония, как бы отзавоевала весь Китай, по-моему, за полтора года, насколько мне известно. Помните, был такой случай? Так это же сейчас... Контингентом, по-моему, что-то меньше миллиона человек там было. Да. Так сейчас Китай, это развитая... Это даже был, как это, аграрный Китай. А сейчас развитый, промышленный, с научным потенциалом Китай и отсталая, разваленная, деградировавшая Россия. Ага. И вы думаете, сравниваете себя с Японией? Конечно. А что такое Япония? Страна, которая не может производить электронику, микросхемы, с деградировавшим космосом. В моем городе? Да, в вашем городе. Подождите, я закончу. Сейчас по Марсу ездит китайский марсоход. У вас даже близко ничего подобного нет в исследовании космического пространства. В исследовании тел космического, солнечной системы. Даже близко нет, науки нет. Вы еще хотели сказать, что в вашем городе? В моем городе пять институтов и заводов, которые производят микроэлектронику. Да, 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 да. Какие микросхемы? Я электронный инженер. Какие микросхемы у вас производят? К сожалению, сказать не могу, но скажу, наверное, типа военную тайну, может быть, как бы, но они все, как правило, военного характера. Военного характера. Ваша электроника. Это безнадежно устарело. Вы не можете делать собственное производство оригинальных чипов. Это все максимум, так сказать, повторения старых технологий Запада. Поэтому вы... Ну, марсоходы у вас есть. Почему в Китае есть марсоходы, а у вас нет марсоходов? А у вас почему нет марсоходов? А потому что мы ориентировались когда-то на сотрудничество с вами. Вы легли на дно. Какие у вас достижения в космосе? В научном космосе, в науке, исследования космического пространства, что у вас есть? У вас есть новые ракеты? Сначала в это космическое пространство нужно попасть. Попасть. У вас есть новые ракеты? А кто в космосе, скажите мне, пожалуйста. Да, кто в космосе? У вас есть новые ракеты? Нет, я спрашиваю, кто летает в космосе? Вы летаете на еще старых советских ракетах. Какая у вас есть новая ракета? Ну, это не космос, я вам скажу. А, это не космос. Какие у вас есть? Это не космос. Это же все старые ракеты. Ну, скажите мне, а вот двигатель внутреннего сгорания, это какой год разработки? Не подскажите мне? Ну, это конец 19 века. Нет, это начало 18 века. Начало 18 века. Нет, начало 19-го. Начало 19-го. Да, первые, да. Первые разработки были. Первые разработки. Двигатель внутреннего сгорания. Да. Как назывался этот двигатель? Кто его изобрел? Ну, там был сначала дизель, а до этого кто был. Дизель в каком году изобретение дизеля? Ну-ка. Нет, дизель, нет, дизель начала 20-го века. Нет, дизель это конец 19-го. Ну, конец, начало 19-го. Вы немножко пытаетесь. Я плюс-минус скажу. Да, да, да. Вот, а первый двигатель внутреннего сгорания, который работал, по-моему, на, как это называется? На газе. Не совсем прямо вот. Он назывался газовый двигатель. Ну, ладно. Ну, короче говоря, разработки четырехтактового двигателя именно с четырьмя тактами. Хорошо, давайте с кунжку. Ну, как конец 19-го века. Вот вы на какой машине ездите? Вторая половина 19-го века. Вы на какой машине ездите? Ну, у меня как-то машины нет. Да, с двигателем внутреннего сгорания нет. Ну, внутреннего сгорания. То есть, получается, мы все с вами, вот у нас сейчас какой там, 20-й век, да? 20-й век, да? Но эти двигатели, это же совершенно не такие двигатели. Принцип. Общие принципы, да. 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 А вот технологии производства двигателей уже радикально изменилось. Сотовая связь. Сотовая связь. Какой год? 70-е годы прошлого века. 30-е годы прошлого века. Кто вам об этом сказал? А ну-ка, расскажите мне об этом поподробнее. Были уже эти разработки. Какие разработки? Что вы несете? Я вам сейчас точно об этом не скажу. Мне нужно погуглить. А, ну так вот, если точно не скажете, то вы бредите. Но это где-то был. Нет, это еще, знаете, даже есть такой был на Ютубе ролик, где... На Ютубе есть ролики, что есть вечные двигатели. Да, что советский инженер это изобрел. Это бред сивой кобылы. Это не сотовая связь. Это радиотелефон дальнего радиуса действия. К сотовой связи это не имеет отношения. Хорошо. Ну так, я в этом разберусь. Принцип сотовой связи какой? Принцип сотовой связи? То, что вся территория разбивается на сектора, на участки, на сотые. Так, так. Есть передача данных между базовыми станциями. И мобильный аппарат, терминал связывается с ближайшей, наиболее выгодной по радиосвязи сотой. Радиосвязь. А, радиосвязь. Да, там еще электроны. Да, радиосвязь. Радиосвязь. Так вот, да, а чем тогда? Так это просто радиосвязь. Не сотовая радиосвязь. Вот я скажу так, беспроводная, беспроводная радиосвязь это 30-е годы. 30-е годы. А был Маркони, был еще Маркони. Но это же Маркони, это не 30-е годы. Вы опять плаваете. Это не 30-е. Это мы, нет, это мы с вами говорим, был еще до этого Маркони и Попов, которые передавали радиосвязь по этому, как называется, по кабелям, по проводам. Маркони и Попов передавали радиосвязь по проводам. Ну, первые сигналы какие-то там у них там были. Послушайте, давайте вы будете бредить. Ну, может быть, я что-то путаю. Хорошо. Продолжение следует...